Ежедневно в клинику Эксимер обращаются пациенты с различными глазными заболеваниями. Одно из самых распространенных из них – катаракта. После 60 лет в силу возрастных изменений хрусталик может мутнеть, что приводит к ухудшению зрения. Марина Борисовна обратилась в клинику Эксимер из-за жалоб на плохое зрение и пришла на консультацию к одному из ведущих специалистов – Юлия Александровна Брезель. Мои друзья прозвали меня Зажигалочкой. Ну, действительно, сколько себя помню, энергии у меня всегда хоть отбавляй. Сейчас мне уже 60, продолжаю работать, хоть и на пенсии. Дома дел всяких полно и забот, дети, внуки. Но вот в последнее время что-то как-то грустно стало со зрением, потому что видеть стало значительно хуже. Как будто бы, знаете, вот какая-то пелена такая все время перед глазами, как будто бы какое-то такое мутное грязное стекло приклеили к глазам. Настроения никакого с таким зрением. Конечно, с этим надо было бы что-то уже и делать. Решили пойти к специалистам, почитали отзывы. Дочка записала меня в Эксимер, поэтому я здесь. Редактор субтитров А.Семкин Чтобы точно определить причину снижения остроты зрения, нужно пройти комплексную диагностику. Только тщательное обследование позволит объективно и точно поставить диагноз. Диагностика зрения в клинике Эксимер включает проверку состояния всех структур глаза на компьютеризированных аппаратах. Диагностика показала, что у Марины Борисовны развивается катаракта. Пациентка вернулась к Юлии Александровне, чтобы обсудить план операции и выбор искусственных хрусталиков. Доктор, помогите мне, пожалуйста, определиться с выбором хрусталика. Их так много. Обычно выбор интраокулярной линзы зависит от образа жизни пациента, его предпочтения и результата, которые он хочет получить после операции. По своей сути, искусственный хрусталик интраокулярная линза является оптическим прибором, как и очки, как и контактная линза, но он помещается внутрь глаза. Интраокулярные линзы делятся на две группы – монофокальные и мультифокальные. Монофокальные и интраокулярные линзы, самые распространенные и самые простые, имеют одно фокусное расстояние. Например, если вы хотите видеть вдаль без очков, иметь хорошее зрение, то для чтения и для компьютера вам понадобятся очки. И наоборот, для того, чтобы читать без очков при имплантации монофокального хрусталика, вам понадобятся очки для дали после операции. Монофокальные линзы могут быть асферическими и сферическими. Асферическая линза за счет дизайна поверхности дает более качественное изображение. Мультифокальная линза, в отличие от простой монофокальной, имеет на своей поверхности несколько оптических зон, за счет которой происходит фокусировка предмета на различных фокусных расстояниях, и вы можете обходиться без очков после операции. За счет сложной оптики этих линз формируется новое зрительное восприятие, к которому пациенту необходимо привыкать. Особенностью восприятия является появление так называемых гала и глейер эффектов, это бликов и радужных кругов вокруг источников света в вечернее время суток. Привыкание к особенностям мультифокальные линзы зависит от типа центральной нервной системы пациента и очень индивидуально, может длиться от нескольких часов до нескольких месяцев. Мультифокальные линзы имеют ряд противопоказаний, которые обговариваются в каждом конкретном случае с врачом индивидуально, зависимость от состояния глаза. И для пациентов с астигматизмом существует особый вид линз, торические, для коррекции астигматизма. Они также могут быть моно- и мультифокальные. Вот я хотела бы видеть на все расстояния одинаково хорошо и не пользоваться очками. Что делать? Существуют трифокальные хрусталики, которые позволяют видеть вдаль, на среднее расстояние и вблизь. При обследовании противопоказаний для имплантации этих сложных линз мы у вас не обнаружили, поэтому мы можем остановиться на этом хрусталике. Вот еще такой важный вопрос. Какая-то аллергия может быть на эти хрусталики? Хрусталики интраокулярные все изготавливаются из биосовместивного материала, поэтому аллергия у пациентов не может быть. Перед операцией по удалению катаракты пациентка побеседовала с терапевтом и сдала анализы. Это необходимо для того, чтобы учесть общее состояние организма, сделать операцию максимально безопасной и прогнозируемой. Сегодня Марина Борисовна пришла на операцию. Перед вмешательством ее предварительно осматривает врач. Юлия Александровна рассказывает, как пройдет вмешательство, дает рекомендации по поводу восстановления. Поддержать пациентку вызвалась подруга. Очень важно приезжать на операцию с сопровождающим. Он поможет благополучно добраться до дома. Перед операцией медсестра закапывает Марине Борисовне анестезирующие капли. Вмешательство длится не более 15 минут под строгим контролем профессиональной команды – хирурга, инженера и операционной медсестры. Их действия эффективны и слажены, что исключает риск ошибки и обеспечивает прогнозируемый ход вмешательства. Важнейшие этапы операции выполняются фемтосекундным лазером. Такая технология делает хирургии катаракты щадящей и сокращает срок реабилитации. В ходе операции врач удалила помутневший природный хрусталик и заменила его на искусственный – трифокальную линзу. Благодаря ее свойствам в скором времени Марине Борисовне больше не понадобится очки. После операции пациентка прошла контрольный осмотр и отправилась домой отдыхать в комфортных условиях. Впереди ее ждут осмотры у лечащего врача на следующий день, через неделю и через месяц. Сегодня пришла к доктору на осмотр. После операции прошел месяц. Могу сказать, что я стала не то, что видеть как раньше, а даже значительно лучше. А самое главное, что я вижу теперь с этими хрусталиками трифокальными на всех трех расстояниях – вблизи, вдали, посередине. И второй плюс во всей этой истории – то, что я теперь абсолютно не завишу от очков. От всего сердца я хочу поблагодарить Юлию Александровну Брезель и весь персонал клиники «Эксимер». Вы действительно изменили мою жизнь к лучшему. На своем личном опыте я теперь могу точно рекомендовать клинику «Эксимер». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...